Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тилим, 81-й Псалом. Ну, очень интересный Псалом тем, что в этом Псалме написано, Всевышний предупреждает, да не будет у тебя чужого Бога. И очень интересное толкование здесь к Псалму есть, что кто этот чужой Бог? Тем более написано, не будет у тебя, то есть пребывающих в человеке. Это его дурные влечения, устремления, над которыми он контроль потерял, и они теперь контролируют его. И вот под властью злого начала человек становится чужим Богу, чужим своему народу, чужим своему себе. И в конце концов, вот это господство чужого Бога – корень всех бед всегда всех людей на земле. Что еще относится к нашему Псалму? Напишется, что его читают для укрепления веры. И чтобы внешние действия какие-то не сбивали человека. Написано от нежных соблазнов. Написано, что это читают, когда испытывают финансовые затруднения, причем именно в том случае, когда то, что называется, терпят нужду и пребывают в отчаянии. В Шемушты Елим написано, что от идолопоклонства, от тяги к различным умствованиям и философиям, которые, оказывается, всегда отделяют человека. И, кстати, его читают вместе с 80-м, тогда это действует особенно хорошо. Что еще написано? Написано, что чтение этого Псалма помогает людям, попавшим в сложную ситуацию. Написано, когда человеку тяжело разобраться, где друзья, где враги, читают этот Псалом. И, наконец, последнее, когда есть какие-то дурные привычки, у человека, он хочет от них освободиться, то в помощи этому читается этот Псалом. Ну вот, пожалуй, все про 81-й Псалом. Браховая слаха!